АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас передо мною, перед нами, мое поколение, люди, за плечами которых жизнь, дела, успехи, победы, а сегодня здесь и сейчас, это то, что мы когда-то называли хобби, потом стали называть по-русски любимое дело, дело, которым ты занимаешься для души и от души, и не всегда, и как правило не за деньги, потому что это накладывает обязательства и не дает тот самый масштаб, о котором сегодня мы говорили, и высоту полета. Как хорошо, что то, что вы делаете, называется жизнью, которым продолжает жить наше поколение, чтобы не печалиться, чтобы не огорчаться, а чтобы радоваться и уметь это делать, а когда ты радуешься по-настоящему, душа всегда поет, а если поет душа, то судьба нам и вам дает возможность услышать ее голос в вашем исполнении. Называю первое имя, человека, который продолжает наш полет души. Причем не одной, а в дуэте. Тамара Михайловна Школяр, поздравляю вас. Впереди еще три имени. Александр Гайдук, пожалуйста. Я назову имя, но скажу, что в моей ситуации это все-таки пока аванс. И тем не менее, с учетом того, что это человек, который обладает действительно уникальным, на мой взгляд, голосом, у него есть все, чтобы идти дальше и попасть в финал, вероятно. Я еще хочу сказать о том, что в прошлом нашем эфире, неделю назад, у нас был исполнитель, который тоже работает в оперном амплуа. И мне бы очень хотелось увидеть все-таки вот этот самый батл между ними. Поэтому, круг, Николай Иванович. Добро пожаловать! Виктория Олежка, мы готовы услышать имя вашего фаворита. Все участники сегодня были на таком высоком уровне. Действительно, знаете, говоря молодежным сленгом, было Рубилово просто самое настоящее. И действительно, очень сложно нам сегодня выбирать. Однако, один участник, он меня завел, что называется, с полоборота. Душа моя пела и полетела в танце, особенно, когда он в один прекрасный момент меня поманил с собой. Штерневский Марк Владимирович! Сейчас самые ответственные минуты и самая настоящая интрига. Все конкурсанты достойнейшие продолжать свое участие. Но только лишь одно вакантное место. А значит, Александр Солодуха назовет имя своего фаворита. Все выступили действительно классно, здорово, хорошо и блестяще. Нам было очень сложно выбирать, потому что все восемь участников достойны выйти дальше, в следующий этап. Но, как в спорте, побеждают сильнейшие. Четвертый участник, который проходит дальше в нашем шоу «Фактор Бай 60 плюс». Это наш уважаемый мистер Икс Владимир Леонидович Махнач, город Брест. Мы от души поздравляем всех, кто прошел в следующий этап «Фактор Бай 60 плюс». Ну а нашим остальным участникам, которые сегодня блистали на сцене, мы говорим огромнейшее спасибо за ваши яркие, неповторимые номера, за трогательность, за талант. Второй кастинг-шоу «Фактор Бай 60 плюс» завершен. Уже восемь мест заняты, но впереди вакантны еще четыре места. Кто займет эти места, мы узнаем ровно через неделю. И знаете что? Зажигайте по-взрослому, и мы вам в этом обязательно поможем. Смотрите шоу «Фактор Бай 60 плюс» в следующую пятницу. И до встречи на «Беларусь-1». АПЛОДИСМЕНТЫ